Всем привет! И в этом видео мы рассмотрим две масштабные модели американских спортивных автомобилей марки Dodge в масштабе 1 к 43 от производителя Minichamps. Это ранний Minichamps, не самый первый, но один из ранних, поэтому эти модели по современным меркам смотрятся немножко просто. Машинку синего цвета я покупал в конце 90-х годов, автомобиль серебристого цвета я купил в середине 2000-х годов. И здесь представлены автомобили Dodge Viper первого поколения. Автомобиль в серебристом цвете представляет собой машину с кузовом типа Roadster, модель RT10, автомобиль синего цвета с закрытым кузовом типа Coupé, версия GTS. И эти модели мне очень нравятся, но до этих Dodge у меня в коллекции были аналогичные машинки от производителя Burago. И Burago я покупал намного раньше, чем эти модели от производителя Minichamps. Конечно, модели от Burago по современным меркам сложно назвать коллекционными, это больше игрушка для детей. Но на то время за неимением лучшего люди покупали эти машинки. У меня тоже довольно большая коллекция именно Burago в масштабе 1 к 43 итальянского производства. И в принципе эти машинки я храню для истории. Как видите, у модели от Burago металлический кузов, лобовое стекло и окантовка пластиковая. Серый салон, выполнен довольно хорошо. И интересный факт, то что здесь колесные диски имеют трехлучевую звезду. Как на модели от Minichamps и на оригинальном прототипе. Если не ошибаюсь, это была первая модель, на которую установили именно колеса такого дизайна. И в принципе она, конечно, смотрелась намного лучше, чем модели Burago с первым типом колес, которые были еще более простые и больше походили на небольшие кнопочки для различных кофт, чем колеса для масштабной модели. Вот такой доджик. Я думаю, у многих из вас есть такая машинка в различных цветах. И вторая модель у меня также с закрытым кузовом. Как видите, в белом цвете, с синими полосками. Вообще у Minichamps также предлагалось несколько вариантов окраски кузова этих масштабных моделей. Были также варианты с полосками белого цвета, другого цвета. Но я решил приобрести просто чистые одноцветные варианты. Как видите, на этой машинке от Burago тоже колесные диски повторяют оригинальный прототип. И как у модели от производителя Minichamps, тоже другой дизайн. Ну, опять же, модель выполнена довольно просто. По современным меркам ее многие назовут игрушкой. Но, опять же, повторюсь, что в то время, когда я покупал эти машинки, аналогов попросту не было. И давайте рассмотрим модели от производителя Minichamps. Первая модель – это вариант Roadster. Это машина первого поколения. У нее нет съемного верха. Опять же, видите, все сделано довольно просто. Салон раскрашен. Есть имитация различных приборов, которые наклеены, видите, небольшими декалями. Рулевое колесо, зеркала заднего вида. На задней стороне есть имитация самих стеклышек. Также есть салонное зеркало заднего вида. Дворники здесь отлиты вместе с пластиковой окантовкой. И, видите, вместе с солнцезащитными козыречками. Довольно хорошо сделана передняя светотехника. Также есть имитация протитуманных фар. Габаритные огни здесь нанесены просто краской, видите, на кузове. Также есть шильдики Dodge. Они нанесены в виде декали. Довольно хорошо проработаны колесные диски. Но единственный минус – то, что тормозные диски здесь отлиты вместе с колесным диском. И нет имитации тормозного суппорта. Большинство фирм в то время делали именно такой вариант. Уже по прошествии времени стали делать отдельные тормозные диски и отдельные тормозные суппорта. Также есть шильдик, видите, Viper RT10. Есть имитация выпускных труб. Они отлиты, видите, вместе с нижней кромкой. Ну и у этой модели также металлическое днище. Довольно хорошо сделан протектор. Видите, колеса разноширокие. Передние немножко уже, задние немножко шире. Отдельные задние фонари, поворотники, огни заднего хода. Тоже, в принципе, сделаны на довольно хорошем уровне. И вторая модель немножко унифицирована с вариантом в открытом исполнении. У нее точно такое же днище, только сюда наклеили сзади две выпускные трубы. Потому что у варианта с открытым кузовом трубы идут под дверьми, а здесь трубы выходят под задний бампер. А так, видите, днище абсолютно идентичное. И здесь производитель мне ничем с ней стал заморачиваться. И осталась надпись, видите, Dodge Viper 93-го года. Хотя сам автомобиль в закрытом исполнении был представлен только в 96-м году. Вот такая небольшая ошибка. Опять же, тот же салон, видите, серого цвета. Все те же приборы, которые наклеены в виде декали. Все те же зеркала заднего вида. Все та же окантовка на лобовое стекло. Идентичные фары, видите, особой разницы нет. Единственное, здесь значок, видите, выполнен на синем фоне. И он хорошо сочетается вместе с кузовом данного автомобиля. У варианта в сером цвете, видите, значок на синем фоне смотрится не так эффектно. Ну и, в принципе, те же задние фонари, видите. И здесь только отличается то, что выпускная система идет под днищем и выходит под задний бампер. Ну и хромированные колесные диски. Опять же, тормозной диск отлит вместе с самим диском. По современным меркам это смотрится немножко архаично. И если у вас есть в коллекции машинки от Burago, то, в принципе, вы можете их оставить. Потому что они довольно хорошо попадают в масштаб 1 к 43. И при небольшой доработке они не намного хуже будут, чем модель от Minichems. Вот посмотрите визуально. Что, конечно, отличия есть, но они не такие уж и большие. И ранние модели от Minichems, в принципе, не намного далеко ушли от этих игрушечных моделей Burago. Конечно, современные Minichems уже получше. Но и цена их намного выше. Эти вайперы иногда встречаются в продаже. Цена на них может варьироваться от 20 до 30 долларов за штуку. В принципе, цена довольно приемлемая. И если вы увидите эти модели в продаже и захотите их приобрести, то можете смело их покупать. Спасибо за внимание. Это был небольшой видео-обзор моих масштабных моделей Dodge Viper от производителя Minichems. Также я вам показал модели от производителя Burago. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять ваши комментарии, поддержать это видео лайком или дизлайком. И, в принципе, напишите, какая из моделей вам понравилась больше всего. Есть ли в вашей коллекции модели от раннего Mellichems или от производителя Burago. До новых встреч. Пока.